Привет, я Олеся Медведева, это Ясно Понятно Блог на канале Страна Юэй. Вчера Минсуцполитики озвучила шокирующие цифры. С 2014 года детей в Украине стало рождаться меньше, аж на 40%. По сути, это падение рождаемости совпало со сменой власти в 2014 году и со всеми последствиями, что были после. Мы опубликовали информацию о таких вопиющих цифрах на сайте Страна Юэй, после чего представители майданной тусовки очень сильно возбудились и сказали, что вообще-то это все началось при Януковиче. И поэтому я предлагаю подробнее разобраться в том, а что на самом деле происходит с рождаемостью в Украине. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. О том, что общее количество детей, которые были рождены в Украине, начиная с 2014 года, упало аж на 40%, заявил глава директората защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса. С 465 тысяч детей в 2014 году их число уменьшилось до 330 тысяч в 2019, заявил чиновник. У нас на 40% уменьшилось вообще количество детского населения. У нас уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения. У нас уменьшается общее количество родившихся детей. Все это говорит о том, что есть определенные проблемы с семьями и риск сложных жизненных обстоятельств. Он увеличивается в разы. С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки или сиротства за год. Более 386 тысяч детей в сложных жизненных обстоятельствах. Судя из слов чиновников, рождаемость в Украине как раз таки упала после Евромайдана и последовавших за ним событий. На самом деле такие данные нашей стране звучат не впервые. В 2011, 2012, 2013 годах уровень рождаемости в Украине был примерно 500 тысяч в год. Начиная с 2014 года, с 2014 по 2016, за прошлый год, тут речь идет о 2018, мы вышли на цифру, немного превышающую 300 тысяч родов. На 40% родов в Украине стало меньше. И это кризис, это даже не кризис, а пропасть. Она наслоилась на демографическую пропасть 90-х годов, когда почти в 2,5 раза рождалось меньше детей. И дети, которые родились в 90-х, уже бы рожали своих детей, рассказывал год назад акушер-гинеколог Вячеслав Каминский. Так что же на самом деле у нас с рождаемостью в стране? С момента обретения Украины независимости рождаемость неуклонно снижалась. И в 2001 году этот показатель достиг тогда найнижшей отметки. Если говорить о статистических данных, то это 1,09 родов на одну женщину. В советское время этот показатель был в пределах двух. После 2001 года показатель рождаемости начал постепенно понемногу расти. Как раз в это время впервые поднялся украинский ВВП, который до этого непрерывно падал со времен краха Советского Союза. И как раз наивысшие точки рождаемости достиг на второй год правления президента Януковича в 2012 году. По данным Всемирного банка, Украина достигла 1,53 рождения на одну женщину. Это не значит, что женщина родила полтора ребенка, это общие статистические данные. У этого тренда были как демографические, так и экономические причины. В 2000-х годах вступила в детородный возраст, скажем так, поколение 80-е. Самое многочисленное поколение в позднем Советском Союзе. С другой стороны, с 2001 года страна, наша независимая Украина, постепенно начала выходить из экономического кризиса. И начался рост экономики, плюс росли доходы населения. С коротким перерывом на кризис 2008-2009 годов. Кроме того, Рада и правительство резко подняли сумму помощи для новорожденных. С 1 января 2011 года эта помощь составляла 18 тысяч гривен. Но это больше 2 тысяч долларов. За первого ребенка, за второго 37 тысяч гривен. Это более 4 тысяч долларов. А за третьего и последующих 73 с половиной тысячи гривен. Это больше 9 тысяч долларов. Поскольку мне посчастливилось родить в 2010 году, помощь на ребенка я даже получила. В 2014 году Кабмин Яцунюка отменил эту дифференциацию за первого, второго, третьего и каждого последующего. И ввел помощь на любого ребенка в размере 41 тысячи гривен. По нынешнему курсу гривны это примерно полторы тысячи долларов. Из которых 10 тысяч платится сразу, а остальное разбивается на помесячные выплаты. То есть по факту пособия очень сильно снизили. Рождаемость держалась на уровне выше 1,5 до 2015 года. После чего начала резко падать. В 2016 году до 1,47, а на следующий год до 1,37, то есть до уровня 2008 и 2007 годов. Уже по данным украинской статистики рождаемость в 2018 году рухнула еще на 7%. Тенденция продолжалась и в прошлом, в 2019 году. Родилось 310 тысяч малышей, когда годом ранее 312. Украинский госстат оперирует такими показателями, как число рожденных на тысячу населения. По нему рождаемость в 2012 году стала также рекордной 11,4. В 2013 году она осталась выше 11, что также для независимой Украины достаточно много. И лишь в год Евромайдана рождаемость упала ниже этого показателя. Дальше начала падать еще быстрее, что мы можем увидеть на вот этой вот кривой. Ну и хочется сравнить, да, а как с этим обстоят дела у наших соседей. В России такая же тенденция, как и в Украине. Рождаемость начала снижаться, начиная с 2015 года. При том, что общее количество населения росло, возможно, за счет мигрантов, в том числе с Донбасса. Однако в целом детей у россиян рождается больше. Если сравнивать с Украиной 2020 года, то в Российской Федерации на 100 россиян рождается один ребенок. В то время как в Украине на 120 украинцев рождается один ребенок. И это мы исходим из данных Минюста о наличном населении 37 миллионов человек. В Беларуси тоже упала рождаемость. Правда, годом позже, чем в Украине и России. При этом там все равно уровень рождаемости держится выше, чем в нашей стране. То есть демографический провал начался у трех бывших союзных республик. Примерно в одно и то же время, но в нашей стране этот провал оказался более глубоким и ощутимым. В чем могут быть причины этого спада? Общими чертами в падении рождаемости в Беларуси, России и Украине в период с 2016 по 2017 год демографы объясняют приветом из 90-х. То есть в детородный возраст вступило малочисленное поколение 90-х. Украинское же усиленное падение объясняется еще и тем, что в нашей стране один на один наложился ряд неблагоприятных факторов. Экономический кризис, война, коллапс с падением общего дохода населения. Напрямую ударили по людям антисоциальные реформы, рост коммунальных тарифов, уменьшение или отмена пособий на детей и прочие меры экономии, которые были имплементированы в нашей стране по требованиям западных партнеров, в частности МВФ. Все это, я напомню, запустил Кабмин премьера Яценюка и благословил Петр Порошенко. После чего все следующие правительства эти реформы, так сказать, никакой ревизии не подвергали. Все ок, всех все устраивало. Ну я имею ввиду представителей власти, не людей, конечно. Также в упадок начала приходить промышленность, которая была завязана в основном на Российскую Федерацию. И это действительно произошло после Евромайдана и последовавшего за ним конфликта на юго-востоке Украины. Началась полемика в сети, очевидно, да? И по этому поводу возбудился один неизвестный уже, к счастью или к сожалению, ну скорее к счастью, депутат, такой активист, майдановец, был в партии Батьковщина Игорь Луценко. Сильно возбудился, сильно возбухал наше издание, оскорблял, ну потому что это была его реакция на нашу статью. Давайте процитирую. Пропагандистские свиньи с сайта Страна.юэй разместили новость с заголовком, что после Евромайдана рождаемость упала на 40%. Это, конечно, правда, то есть он признает, что мы написали правду, но корректно было бы брать для оценки тенденции не Евромайдана, он, как видно из графика, никак не повлиял на состояние дел, а сначала тренда падения рождаемости, а именно с приходом Януковича к власти. Именно с 2011 года началась четкая тенденция к падению этого демографического показателя. Конец цитаты. Меня, вот знаете, очень сильно поражает это словесное недержание украинских политиков, особенно тех, которые уже как бы ушли в забвение, уходя-уходи. Вот любят они, да, обозвать кого-то, назвать пропагандистами, свиньями, оскорбить, вот это вот, вот это все. И при этом врать, врать и очень много врать. Вот то есть такой, знаете, типичный пост украинского политика. Оскорбление, куча лайна, простите, и ложь. На графиках прекрасно видно, что пик рождаемости пришел на 2012 год, а в 2013 этот показатель лишь незначительно снизился. А обвал начался уже после 2015 года, когда украинцы поняли, что война и власть, которая пришла после Майдана, это надолго. И сильно задумались, а стоит ли в такой стране рождать детей? Будет ли будущее у этих детей? Если да, то какое? И это стало одним из важных факторов спада рождаемости, который продолжается до сих пор. И ответственность за это несут все те, кто правил Украиной с 2014 года, а также те, кто активно помогал им прийти к власти. Так что не надо ля-ля, когда есть четкая статистика, которая демонстрирует нам цифры. На этом у меня пока все, с вами была я, Олеся Медведева, ясно-понятно блог на канале Страна.юэй. А что вы, друзья, думаете о демографической ситуации в Украине? Что на это может повлиять хотя бы в теории? Ну и делитесь, конечно, кому не жалко, сколько у вас детишек. У меня, к примеру, один. В общем, увидимся в комментариях, приглашаю вас к дискуссии. Совсем скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok